Центральным событием прошлой недели стала трагедия в Геленджике. Напомним, у подножья горы Шахан перевернулся джип. Автомобилей было семеро водителей, шестеро пассажиров. Среди них двое детей. Все оказались в больнице. Четверо, в том числе ребенок, в тяжелейшем состоянии. По горячим следам было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что шофер был пьян. Автомобиль в аренде к тому же не проходил ежедневного техосмотра. Через два дня шофер внедорожника умер в больнице. О состоянии остальных пострадавших пока неизвестно. Авария в Геленджикском лесу поставила жуткий диагноз всем курортам побережья. А сотрудники ГИБДД, в свою очередь, пытаются контролировать хоть как-то эту ситуацию. Под особым контролем инфекторов ГИБДД не только соблюдение правил дорожного движения водителями внедорожников, но и техническое состояние транспорта. Сначала проведение операции в отношении водителей. Автомобили с высокой проходимостью дорожные полицейские составили 1200. 42 административных материала за нарушение ПДД. Из них 117 за неисправное рулевое управление. А также огромное количество протоколов за перевозку детей без специального удерживающего устройства. Стоит отметить, что только в начале июля нынешнего года в Краевом законодательном собрании приняли закон об этом опасном бизнесе, который за 10 лет унес немало человеческих жизней. Нормативно правовой акт вступит в силу лишь 5 октября. Именно поэтому до конца курортного сезона джиперы могут гонять по горам и отделываться от полицейских штрафами за непристегнутые ремни или за ближний свет фар. Олеся Давыдова, Виталий Кущевич, 39 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова